Здравствуйте, дорогие пользователи! В данном видео мы рассмотрим создание резервной копии на FTP сервер. Запускаем Handy Backup. Создаем новую задачу и на первом шаге выбираем создать резервную копию. На втором шаге выбираем данные, резервные копии которых будут храниться на FTP сервере. Например, создадим бэкап папки с рабочего стола. Для этого выбираем плагин MyDesktop и отмечаем галочкой папку Data. Переходим к шагу 3. Выбираем плагин FTP. Мы можем создать новое соединение с сервером. Для этого необходимо нажать по кнопке создать подключение, чтобы настроить доступ к FTP. Вводим данные для входа, имя сервера или IP, логин и пароль. И наше соединение появится в окошке на шаге 3. Или мы можем выбрать уже ранее настроенное соединение, кликнув по нему. Следующие шаги необязательные и вы можете настроить их по своим предпочтениям. Например, сделать автоматическое резервное копирование на FTP сервер, настроив расписание на шаге 6 в продвинутом режиме или на шаге 5 в простом. На последнем шаге задаем имя нашей задачи. Здесь мы можем проследить настройки нашей задачи, что данные с рабочего стола копируются на FTP сервер, при необходимости можно вернуться на предыдущие шаги и поменять настройки. Нажимаем готово. Запустится процесс создания резервной копии наших данных на FTP сервер. В данном примере объем данных маленький, поэтому процесс бэкапа быстрее, но он может быть и долгим. Все зависит от того, какое количество данных копируется, какое соединение с FTP сервером и многие другие факторы. Теперь заходим через программку WinSCP, чтобы убедиться, что у нас на FTP сервере создалась резервная копия наших данных. Находим папку с названием нашей задачи. Внутри есть файл backup.hbi, это резервная копия наших данных, и папка backup files, здесь сохранены наши данные в исходном формате. То есть эти файлы можно при необходимости редактировать, удалять, пересылать без восстановления. Но если вы выберете шифрование, то копии будут зашифрованы, и их можно будет редактировать только после восстановления. Далее рассмотрим восстановление резервной копии, хранящейся на FTP сервере. Возвращаемся в Handy backup и создаем новую задачу. На шаге 1 выбираем тип задачи «Восстановить данные» и отмечаем галочкой «Продвинутый режим», чтобы мы смогли восстановить наши данные в новое место. На шаге 2 выбираем плагин FTP и находим файл backup.hbi. На шаге 3 выбираем место восстановления наших данных. Если нам необходимо восстановить данные в исходное место, то нажимаем далее и переходим к следующим шагам. Если же нам необходимо изменить место восстановления, то нажимаем по кнопке «Изменить место». Например, восстановим данные на рабочий стол в папку Restore. Для этого выбираем плагин My Desktop и выбираем необходимую папку. Следующие шаги не обязательны и поэтому мы их пропускаем, но вы можете настроить их по своим предпочтениям. На последнем шаге задаем имя нашей задачи и нажимаем «Готово». Запустится процесс восстановления. После завершения заходим в папку Restore и видим, что данные восстановлены в новое место успешно. Стоит отметить, что плагин FTP доступен во всех версиях программы Handy Backup. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok